Хорошо, помним о том, что кто как зарабатывает деньги и у кого они имеются в наличии, нет, мы можем оценить по носу. Так что девочкам, это такая потенциальных, да, потенциальных женихов можно отобрать о том, как они зарабатывают. Скажем, ну вы заинтересованы, имеете такой определенный фокус в зарабатывании денег, и вы, знаете, всегда держите нос по ветру, скажем, где вы можете где как заработать. Но, когда вы получаете денежки, обязательно что-то случается. И вам приходится, вот действительно, вроде бы вы получили, вам приходится обязательно куда-то посадить. Есть таркок? Это ее нос показывает именно об этом. Пластическая операция поможет. Кстати, пластическую операцию, это очень хороший вопрос, да, пластическую операцию можно сделать, но при условии, что вы соблюдаете определенные правила, параметры, когда, да, когда вы сделаете место, время. Потому что на нашем лице возрастная категория очень четко показывает, когда вы можете вмешиваться в эти процессы, безусловно. Вас как зовут? Юля. Юля. Ну вот посмотрим на Юли, нос, да, и скажем о том, что, ну она активна, она агрессивна в процессе зарабатывания денег. Да, для нее это очень такая щепетильная тема, но и она очень рационально подходит. Знаете, если она заработала, то она уже никому не отдаст. Чего-чего, а вот она уже вот держит такой момент. Но она больше предпочтения дает женской стороне. Вот все-таки сфокусирована, если там ситуация мама-папа, то она сделает в пользу мамы, в пользу женщин, там, кому-то отдать денежку, или там купить, кому-то приобрести, она все-таки сфокусирована на этом. Есть такой момент? Аня, давай, 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 все. Да, Вас зовут? Аня. Ну вот смотрите, да, конечно же материальная сторона, и очень Анна фокусируется, она заинтересована в денежном вопросе, она агрессивна. Но ей они трудно даются. Вот прям вот обязательно вот она вот пробивается, прям, знаете, таким вот узко-узко, ее все время зажимают. И она стремится сделать деньги таким, знаете, правильным путем, немножко духовный какой-то вот, включает нотку. Совсем не думает о том, что деньги-то нужно делать там, где их делают, а не думать о деньгах. Понимаете? И, конечно же, она агрессивно сфокусирована на том, как заработать, но это трудно для нее отдается. И даже если она и заработает, то они обязательно уйдут. Вот уйдут, вот куда-то там на какие-то цели, подарок купить маме и папе там все. И все вот это растекается. И абсолютно для нее лично остается очень мало. Жанна. Жанна. Так, вот мы теперь посмотрим, как Жанна тратит. А вот... Все на себя. Нет, к сожалению, у Жанны происходит процесс. Она почему-то вот заботится о мужчинах. И вот зарабатывая деньги, это может быть мужская сторона, может быть это ваш сын там или еще что-то, но вот тратит деньги на мужчину. Вот даже все, что и происходит, уходит в мужскую сторону, вот все туда вот просто прям... Хочет в мужскую сторону. А это не может быть, например, там дело общее? Конечно, это также может быть и общее дело, да. То есть мне хочется понимать, как это вообще... Да, это действительно у вас может быть и такое, да. Ясно. Спасибо. Олеся. Олеся. Олеся знает, как зарабатывать деньги. Они к ней идут таким, скажем, особо акцента она на этом не делает, как заработать. И к ней приходят. Они сами к ней приходят, и она особо так и не напрягается. Но если ей нужно что-то куда-то потратить, она с таким удовольственным их тратит, она их вот тратит, просто получает от этого удовольствие. Вот действительно она тратит удовольствие. Но вот больше скажу о том, что деньги к вам приходят все-таки с женской стороны как-то. Есть такой момент, что вот на мужчин вы... Они как и приходят, если от мужчин, то так же и уходят. Вот они вот больше вот в такой моменте. А если вклад основной, то он идет как-то с женской стороны немножко. Ну вот тут. Ну, возможно, скажите, можно ли по детским лицам как-то споргнозировать, ну, по тому же носу, в каком русле будет... Я объясню свой вопрос. Мне нужно подумать над тем, что вы сказали, вот, больше женской, чтобы ответить, это действительно так или нет. Я так вкратце скажу, может быть, вы сможете пояснить. Я из небогатой семьи, из деревни, и мы спали на полу и накрывались маминым пальто. Под головой было там мое пальто и шубка моего брата. Но сегодня я живу в Минске, у меня есть квартира, дом, но не достроенный, есть машина, что-то еще. Но заслуга ли моего носа, в этом я не совсем поняла. Это не наследство. Да, в этом заслуга ваша, потому что что нос показывает вашу способность, как зарабатывать. Поэтому, когда вы жили скромно, жили скромно, вы себе там, будучи маленькой, еще сказали, я должна правильно, рационально использовать. Так вот, можно ли в детстве, вот рассматривая, например, лица своих детей, что-то спрогнозировать или вот даже понять, к чему склонность у этого лица, скажем так, и к чему его подтолкнуть и направить? Конечно. Когда вы смотрите на детские лица, вы уже сразу видите, это у вас будет гуманитарий или это будет технар у вас. Вы сразу же уже скажете, какого склада ума этот ребенок. Он творческий у вас или он более структурированный? Вы уже можете. Ему нужно дать академическое образование или художественное. Может, у нас он там поэт, художник, у него там полет, мысли идет. Понимаете? Да, конечно, вы можете определить. Можно определить, он командный игрок или один? Обязательно. Он тоже может. Конечно. По вашему лицу вы можете определить, вы владелец бизнеса или вы подчиненный, вы ведомый. Конечно же, наши лица показывают. Именно об этом тоже. Спасибо. Ирина. Ирина. Скажем, Ирина в процессе финансовых, да, да, она агрессивная, она делает акцент, где заработать, где она четко прям рассчитывает, куда ей вложить. Но когда вы получаете, вы сложно получаете деньги. Они не идут к вам легко, вы их просто проталкиваете. Обязательно у вас есть даже какая-то идея, вам сегрены какие-то приконы возникают. Но и когда вы, наконец, получили деньги, то вам всегда приходится поделить их. Вот всегда у вас идет какая-то дележка, вам эти денежки нужно разделить. Михаил. Не так, что вы одним днем живете, только для себя. Нет. Как говорится, вы такой правильный, все в семью. Можно верить. Можно верить, слушать, и потом самое главное, предстоять все так. Все верно. Да, понимаете, физиономика это практический инструмент. Действительно. Спасибо, друзья. Спасибо. Да. Спасибо вам. Спасибо.